Храм базилики, тот, которому она и явилась, это святая. А справа Иоанн Павел II, по-партамски бывший. Его здесь очень, но его весьма святый. В этой базилике был четыре раза служба, служил. И четыре раза посетил Мексику, и все четыре раза начинал посещение со службами нас, со святой, той святой, мексиканской. При Иоанне Павле II Куан-Диего был причислен к лику святых. Так что он тоже теперь считается святой, так как он был посредником между святой Дилой и Марьей Кадаловской. До того, как построили новую базилику, а новую базилику в 1976 году построили. Тогда оригинальная кличника находилась в этом алтаре. Давайте пройдем по латеральному. Ну, это понятно. Наглядное по себе, как развивается. Генеральная реконструкция, когда все было лесами, располками, стежками, все было закрыто. Открыли тогда эти леса, все было, и что там было закрыто. Сейчас, как они это сделали, не знаю, технологии же сейчас много, но они, видно, гигантскими домкратами... Приподняли наклон. Да, и подсунули вот этот новый, видите, вмонтировали основание, потому что было уже не безопасно. Вот такой наклон, слышите? Они укрепили весь фундамент и основание этих колонн. Здесь сохранились с 16 века, это постройка 16 века, очень ранний храм. С 16 века и сохранились оригинальные фрески, картины, вот в этих липных храмах из гипса, позолоченных. Все сюжеты картин на тему посвящения детям поколевшим. Теплеет, меня радует. Как в Москве, сейчас же, да? Оригинальный орган, действующий с 16 века, был привезен из Европы. А вот эти витражи яркие, красочные, это уже реконструкция современная, сохранился купол оригинальный. Вот это мой зайка, позолоченный витам, с 16 века сохранился. Направо пройдем, там часовые границы. Витраж Conservation С 23 века Теплеет Витраж Ниццы Музыки свои С 4 С 4 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...